Добрый день или вечер! Мы рады приветствовать вас на шестом уроке нашего марафона «Шея». И мы продолжаем работу. И сегодня мы попробуем поработать с подвижностью верхней части плеча, грудной клетки. Помним, что обязательно все движения выполняются в зоне комфорта. Для начала ложимся на спину. Более глубокий вдох-выдох. Почувствуйте соприкосновение тела с полом. Ощутите пятки, заднюю поверхность ног, таз, плечи, спину. Почувствуйте лопатки руки. Ощутите затылок. Сгибаем ноги в коленях. И попробуем выполнить движение круговое. В прошлый раз мы пробовали рисовать квадрат. И сейчас попробуем нарисовать круг. Для начала делаем первое движение. Мягко прогибаемся в пояснице. Но мы сделаем дополнительный контроль. Наши руки укладываем на крылья таза. Локти уходят в сторону. Смотрим затем, не поднялись ли высоко у нас плечи. И начинаем мягко прогибаться в пояснице, определяя, нет ли смещения со стороны крыльев таза. Мягко возвращаемся в нейтральное положение. Чувствуем, что происходит с шеей с головой. Сокращаем мышцы живота. Взгляд на брови. Отлично. Вспоминаем движение. Перекатываем таз. Легкое давление на подошву левой стопы. Перекатываем таз вправо. Следим, чтобы крылья у нас не меняли положение. Очень хорошо. Влево. И теперь пробуем нарисовать круг. Выводим таз максимально в прогиб в зоне комфорта. И по часовой стрелке начинаем рисовать круг. И наша задача почувствовать линию, которую мы оставляем на полу. Почувствовали, что движением управляем. Убираем руки с крыльев таза. И начинаем мягко продолжать рисовать круг. Расслабляем шею. И чувствуем, что наша голова рисует точно такой же круг, как и таз. Мягко. Если движение не ощущаете со стороны головы, добавьте движение глаз по часовой стрелке. Вернулись в первое положение прогиба и в противоположную сторону. Убедитесь, что ваши бедра не двигаются вправо и влево. Почувствуйте такое мягкое удовольствие от управления. Те места, где пытается таз проскочить мягкую линию, это зоны, где мы не управляем или имеем плохую обратную связь в ощущениях. Продолжаем рисовать. И замечаем, как наша голова поменяла движение и тоже рисует круг. И теперь попробуйте оценить круг, который оставляет таз на полу. Насколько это большой круг, маленький. И какой круг оставляет ваш затылок. Медленно. Завершаем это движение, когда у нас мышцы живота сокращены. Мягко в положении прижатой поясницы и выпрямляем ноги. И теперь поработаем с рефлексом Ландао, верхним и нижним. Руки согнуты в локтях. В положении я его называю «Я сдаюсь», отведены в сторону. Вам комфортно. Мягко. Первое движение – взгляд на брови. Разгибаемся в шейном отделе, затем в грудном отделе. Мышцы живота собраны. Вы не давите животом в пол. И в этом положении, прижав паховые линии к полу, мы поднимаем ноги вверх. Теперь взгляд опускаем по полу вниз. Наша задача – опустить взгляд и увидеть свою грудную клетку. Переводим взгляд вперед. Ноги не поменяли своего положения. Опускаем ноги. Взгляд опускаем вниз. Опускаемся сами, расслабляемся. Растеклись, расслабились и повторяем еще разочек. Взгляд на брови. Разгибаемся в шейном отделе, в грудном. Паховыми линиями прижались к полу, включились большие ягодичные. Приподняли две ноги и взяли стопы на себя, разогнув ноги в коленях. Взгляд вниз. Взгляд вперед. Ноги не двигаются. Опускаем ноги. Взгляд вниз. Опускаем грудную клетку, шею. Голову повернули вправо или влево и расслабились. И теперь то, что мы говорили о движении верхней части грудной клетки и руки. Ладонь уводим в сторону от плеча и поднимаем локоть в сторону потолка. У нас кисть и локоть на одном уровне. Если вам дискомфортно, опускайте руку ниже. В этом положении мы позволяем плечу опуститься в сторону пола. И делаем такое движение. Легкий контакт ладони с полом. Мягко. Движение плеча до линии локтя. И опускаем вниз. Еще разочек. И плавное движение вниз. Еще раз вверх. Фиксация. Продолжаем давить на ладонь и смещаем лопатку к позвоночнику. Грудная клетка остается на месте. Плавно до нейтрально удерживаем на линии локтя. Продолжаем движение лопатки к позвоночнику. Корпус не смещается, голова не смещается. Вернуть назад. И еще разочек к позвоночнику. И отпускаем сначала до линии плечо локтя. И опускаем вниз. Опускаем локоть. Поворачиваем голову в противоположную сторону. Выставляем кисть локоть. Пальцы расставлены. Легкое давление ладони. Плечо опустили к полу. И поднимаем плечо до линии локтя. Опускаем вниз. И еще разочек до линии локтя. Опускаем вниз. И еще разочек до линии локтя. Зафиксировали. Продолжаем надавливать. Смещаем лопатку к позвоночнику. Возвращаем до линии локтя плечо к позвоночнику. Чувствуем движение лопатки. И еще разочек. Мягко опускаем вниз. Две руки выставляем. Лоб соприкасается с полом. Плечи опускаем вниз. Давление ладони в пол. Плечи вверх. И скользнуть вниз. Вверх. Локти не опускаются к полу. Еще разочек. Вверх. Продолжаем движение. Лопатки навстречу друг другу. Нейтрально. Навстречу друг другу. Нейтрально. Еще разочек. И опускаем вниз. Полное движение. Плечи вверх. Лопатки навстречу друг другу. Лопатки разошлись. Плечи опустились к полу. Еще разочек. разошлись и вниз. Выставляем ладони ближе к грудной клетке, толкаем себя в отжимании и растягиваем мышцы спины. Выходим в положение на четвереньки. Кисти под плечами, колени под тазобедренными суставами. Хорошо развели ладонь, средние пальчики смотрят вперед. И если мы плечи мягко, слегка с лопатками потянем вдоль позвоночника к тазу и выведем вес на руки, мы будем опираться грудную клетку. Если мы выведем плечи вверх и перенесем вес, мы будем опираться на шею и затылок. Поэтому плечи мягко потянули к тазу. И из этого положения, если тяжело, можно увести плечи еще больше назад, изменив угол между кистью. Мы делаем движение. Поднимаем мизинцы вверх, опускаем вниз. Поясница не двигается. Мягко вверх и вниз. Безымянные вверх. Руки в локтях не гнем вниз. Плечи к тазу. Еще разочек. Средние вверх и вниз. Еще раз. Указательные вверх. И оцениваем подъем пальцев справа и слева. Большие. Все пальцы вместе. И вниз. И еще разок. Очень хорошо. Заканчиваем движение. Держимся на столе. Сравниваем свои ощущения. Что изменилось в ощущении соприкосновений? Пяток, ног, ягодиц, спины, лопаток, плеч, грудной клетки, рук, шеи, затылка. Поворачиваемся на бок, садимся. Если сложно отрывать пальцы, если сложно работать с руками, бьем этот урок на кусочки. И у вас опять в конце недели появляется домашнее задание, которое тоже связано с работой кожной складкой. Но у нас будет зона, которая идет от ключиц вниз до линии у девочек, до молочной железы. Мальчики могут опуститься чуть ниже. И на уровне ключицы, середина ключицы вниз и вверх. Что мы делаем? Мы захватываем кусочек кожи с жировой клетчаткой. Складка будет такая вертикальна. И будем двигаться горизонтально в сторону. Очень важно, чтобы подвижность была со стороны грудины, косточки, к которой мы будем переходить. И мы мягко, плавно, вот так руками перебирая. Проходим в одну сторону и проходим в другую. У нас не должно быть разрыва со стороны грудины и зоны реберно-грудинных суставов. И потихонечку спускаемся вниз. Отлично. И теперь наоборот. Мы будем делать складку от ключицы вниз. Захватили и пошли вниз. Помним, если б не подвижная часть, просто взяли и подышали. Спустились, захватили, подышали. Еще. И таким образом вариант, если складка не получается. Мягко. Я ограничена микрофоном. Поднимаемся выше. И заканчиваем. Надеюсь, что этот урок вам понятен. Если что-то не получается, у вас еще время. И мы встречаемся в субботу. Я скажу время дополнительно на прямом эфире, где отвечу на ваши вопросы. Расскажу о нюансах. И желаю успехов в освоении собственной шеи. А мы встречаемся в следующий понедельник.